То есть вы утверждаете, что вечером пришли с работы и застали своего мужа голым в постели с своей подругой Екатериной. После того, как они вас увидели, они сразу умерли. А вы ничего не упускаете? Так, сейчас... Ой, а вы записали, что подругу Катя зовут? Да. Тогда все, ничего не упустило. Вот так просто взяли и умерли, да? Да я сама в шоке. Жили себе люди, жили, не тужили. Тут легли в постель голыми и умерли. Это получается, если б не легли, не умерли бы. Вы знаете, товарищ старший лейтенант, я вот целый год за ними наблюдала и поняла, что вот они весь год умереть хотели, да? А тут прям на моих глазах стоит, перед глазами голенькие лежат. Рудакова, а тебе не кажется это странным? Вам тоже показалось? И я говорю, странно, странно очень, понимаете? Я ей, главное, на работу помогла устроиться, дубленку ей подарила. А она за моей спиной с моим мужем в постели голая умерла. Рудакова, а почему тогда соседи утверждают, что из окна слышали мужские голоса «помогите»? Ну, может, у них что-то там в постели не получалось? Выжить, например. Что? Рудакова, не надо рассказывать. Мы когда приехали, ты его била. Да я ему делала искусственное дыхание. Какое искусственное дыхание? Кулаком по голове? Ну, не умею я делать искусственное дыхание. Я вообще, в конце концов, в чем вы меня подозреваете? Давайте я пойду, у меня там тесто на пирожке, у меня хорит. Никуда ты не пойдешь? Я хочу еще варить. Пойдешь только тогда, когда скажешь мне, почему у твоей подруги Екатерины инфаркт и огнестрел. Инфаркт и огнестрел. А, ну правильно, осечка и выстрел. Что? Я говорю, все правильно, инфаркт и огнестрел, да. Слушайте, ну что вы меня вообще подозреваете, а? Ну почему? У меня вообще алиби есть. Я в магазине была с трех до четырех. Вот это и пугает Рудакова, что после убийства ты со спокойной душой пошла в магазин. Подождите, я сейчас поняла. Вы что, меня подозреваете? Рудакова? А кого? Ведь у тебя уже четвертый муж погибает при подобных обстоятельствах.